привет друзья картина какая прекрасная у меня любимым делом занимаюсь а вот это очень важно любимым делом заниматься потому что когда ты занимаешься деятельностью которая совпадает синхронно с твоими способностями а это же от природы и ты нашел свое любимое дело и заниматься любимым делом ты получаешь удовольствие сколько бы ты там не напрягался вот обратите внимание на ты делаешь усилия ты там стараешься ты можешь годами работать над чем-то но там в целом стратегически ты получаешь некую синхронизацию между действиями своим состоянием со своими генетическими особенностями и вот когда ты этим занимаешься то есть нашел любимое дело а у нас их может быть много разносторонние мы все люди и открываем свои любимые дела и наши методики этому служат находить где мы более гораздо и там оказывается когда мы совершенствуемся то мы получаем мастерство а вот это мастерство создает нам некую неповторимость и когда мы не повторимы мы становимся полезны потому что мы необходимы мы начинаем уже за это получать уважение социальный статус получать деньги таким образом происходит взаимодействие между нормальными людьми и вот человечность у человека она на самом деле повышает его эффективность во всех областях деятельности это говорю не только я человек который я совершенно не знаю можете посмотреть в интернете мультимиллиардер какой-то из казахстана я недавно видел он с кордоном разговаривал он говорил как важно для эффективности быть порядочным и это выгодно рассказал вы представляете как это точно это то что я все время утверждаю со мной согласны все школы человек будущего я надеюсь кто не согласен пишите комменты подписывайтесь на наш канал потому что еще скажу что то интересное так вот что такое человечность это мы определяем критерии которые тысячами лет определялись с помощью фильтрации отбором за человеческими качествами определилась и она легла в основу всех религий это любовь сопереживания чувство бесценности живого способность сотрудничеству это это чувство сопричастности к чему-то высшему да это но это о том что если больше болеть только о себе один и останешься это зависит от масштаба мышления том чем шире мышление у человека вот допустим один человек болеет только о себе у него эгоизм больше он болеет о людях там о семье там колхозе там о городе там у него шире масштаб мышления в конечном счете есть люди которые болеют за все человечество и мне кажется что нормальный человек а все нормальные люди они друг на друга похожи вы посмотрите их фотографии они все обаятельны потому что они думают не только себе посмотрите там митера ганди и отец там посмотрите на них на всех посмотрите и неважно там даже и черные и белые и желтого цвета люди самые разные когда они болеют не только себя человечестве они все похожи друг на друга посмотрите да да вот это интересно обратите на это внимание это мы создаем вместе с вами науку человечности но я хочу сказать о другом очень важно дело в том что ко мне часто обращаются наши наши участники школы чек будет все хомо футурус с предложениями я с очень большим удовольствием читаете комменты поэтому подписывайтесь на наш канал я сейчас кое-что скажу очень интересно и пишите с чем вы согласны с чем вы не согласны задавайте вопросы мы тем самым развиваем нашу школу чек будущего потому что по школы на самом деле мире пока нет так вот ко мне обращаются но пишут там и в коментах и фейсбуке в личку пишут и в контакте в личку пишут и у меня в описании под видео все контакты но и короче говоря вот советуют советуют например недавно мне посоветовали написать письмо одному профессору потому что он выступает тоже об этом он говорит о том что надо всем соединяться то же самое что я говорю и что мы говорим и сегодня мне написали уже другому профессору пожалуйста я готов я готов сотрудничество знаете но сегодня мне написали посмотрите там видео я вообще скажу как называется это называется на канале сталинград профессор сергей савельев он биолог доктора биологических наук у разговор шел о том знаете как называлась эта встреча рассказывал о том какие истоки всеобъемлющего соглашательства у людей так развитого в современном обществе но это уважаемые савельев его я сейчас буду заниматься ну хочу ли я ему написать письмо и нет я абсолютно с ним не согласен ничего личного уважаю как человека занимается любимым делами получает в этом удовольствие да но он говорит вот о чем откуда взялась покорность у людей почему они все соглашаются сейчас дошло до того им сказали носить мозг но носят там или там сказали им вот так делать делать так вот почему соглашается но он там говорит о том будет вы посмотрите на этом канале откуда взялась покорность он говорит о том что это миллионы лет эволюционного отбора это происходило потому что человека он таким образом отфильтровался отобрался у него развивались лобные доли именно потому по я мнению уважаемого профессора потому что вот когда даже волки или даже но в коллективе короче говоря все пытаются думать только о себе как говорится да вот кусок мяса съесть а на самом деле социализация как раз таки и заставляла развиваться лобным долям чтобы пожертвовать этот кусок мяса не только себе а еще и дать другу так сказать и за счет того что социализировались люди то есть научались как бы быть коллективными за счет этого и развивались лобные доли но это его мнение он биолог по что в этом лучше разбираться чем я но дальше пошло следующее вообще он и я так понял преследует такую мысль что мозг забирает при размышлениях очень много энергии я с этим согласен и поэтому говорит профессор человек не любит думать что он по природе ленив что он якобы ленив и вот это у меня вызывает конечно отторжение потому что я хочу сразу заявить да ничего личного ничего личного но истинно мне дороже я думаю что уважаемый профессор ему тоже истинно дороже я готов с ним дискутировать никаких обид как говорится но истинно мне дороже уважение у меня есть у каждого есть свое мнение пожалуйста мы можем сотрудничать да но писать я ему сам не буду и вот по какой причине потому что он утверждает что человек ленив по природе что когда человек думает мозг поскольку забирает много энергии то он вот когда человек якобы не думает а когда он просто размножается занимается там чем-то вот таким биологическим воспроизводством тогда у него там эндорфины работают вот эти все вот вещества эндогенные типы морфинов и так далее вот это целая группа эндорфиноподобных веществ и поэтому он там получает удовольствие когда он не думает коренным образом ошибка это такая ошибка коренная такая дискриминация против человека против его развития тем более с именем профессора с таким званием ну вы смотрите что я начал с того что когда я занимаюсь любимым делом я получаю удовольствие он говорит о том что человек вообще не думал не умеет думать и не хочет думать потому что он получает удовольствие когда он ничем не занимается ну как же так а я утверждаю что человек не хочет думать и заниматься каким-то делом когда он не видит в этом деле смысла или когда результаты его труда кто-то забирает или вот когда он занимается по принуждению работой вот в этих случаях конечно он не хочет вот меня заставь думать не о том о чем я хочу конечно я не хочу но это не значит что я ленивый в это надо вникнуть как можно сказать что человек ленивый а почему тогда если человек делает усилия получает результат еще раз делать усилия получает результат у него начинают крылья расти то есть тот самый эндорфин у него включается почему когда ему не дают делать то что он хочет почему у него забирают и результаты его труда присваивают себе и он теряет смысл своей жизни почему тогда водку пьет потому что он тогда заменяет этот эндогенный эндорфин искусственным химическим алкоголем вот же в чем дело поэтому сказать что человек ленив это дискриминация это неправильно со званием профессор такие вещи надо быть очень осторожным нельзя такие вещи говорить надо наоборот ставить людей на путь поиска раскрытия своих способностей тогда они будут получать удовольствие то есть тот самый эндорфин и не пить водку и не попадать депрессии человеке надо развивать человечность стимулировать его поиск где он наиболее способен дать ему эту возможность а тут сказать что ничего не имеет смысла человек по природе ленивый поэтому стада извините как говорится а сотрудничать я готов пожалуйста до встречи друзья